В Северной Осетии уже 348 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние пациентов от средней тяжести до тяжелобольных. Под медицинским наблюдением на самоизоляции остается 1203 жителя республики. В клинической больнице скорой медицинской помощи работает многоканальный телефон горячей линии. Звонки принимают с 9 часов утра до 5 часов вечера. 25 апреля в Республике Северной Осетии Алания зарегистрировано 348 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекции. В том числе за прошедшие сутки это 43 гражданина получили положительный результат на COVID-19. Из данной категории граждан 53 человека получают стационарное лечение в лечебно-профилактических организациях республики. 46 граждан выздоровели и сегодня имеют два отрицательных результата на новую коронавирусную инфекцию и мы их считаем излеченными. Часть граждан, это 247 человек, находятся на амбулаторном лечении под медицинским наблюдением поликлинических отделений в городе Владикавказе и в районах республики. За весь период проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в очках новой коронавирусной инфекции взято под медицинское наблюдение 3460 граждан. Из них 2257 граждан имеют отрицательный результат на десятые сутки с момента установления за ними медицинского наблюдения и считаются у нас здоровыми. Они прошли полный курс вынужденной самоизоляции. На 25 апреля, на сегодняшний день, под медицинским наблюдением у нас продолжают оставаться 1203 гражданина Республики Северной Осетии Алани. Эти граждане не имеют права покидать место своего проживания и должны соблюдать все рекомендации, которые им даны Роспотребнадзором и сотрудниками лечебно-профилактических организаций. Эти граждане абсолютно все получили постановление главного государственно-санитарного врача с требованием соблюдения самоизоляции и, еще раз, как я повторяю, не имеют права покидать место своего проживания.